Всем привет! С вами канал Афтмания. У нас время, смотрите, 6 утра. Да? Что у нас там? Светло. Вы спросите, наверное, почему так рано я встала? Вы, наверное, сейчас спросите на Наташу, почему ты так рано встала? Смотрите, мы сегодня будем сейчас Димочку я подниму. Мне надо мочу у него собрать для анализов. Баночка там, паильники стоят с 6 утра. Вот, посмотрим сейчас, как все это будет собираться. Табуреточку, чтобы он смог залезть. И подушку, потому что, наверное, мне на коленках стоять придется очень долго. Короче, так вот. Будем собирать. Не знаю, как быстро мы соберем. И к 9.30 наш педиатр сказал быть там. Я, наверное, к 9.00 пойду. А там просто не спеша дойдем. Где-то часов 8.00 надо выйти. Шесть, семь, восемь. Два часа у нас есть. Не знаю, мне кажется, что я очень рано встала. Не выспалась даже. Короче, так вот. Смотрите, как солнышко падает оттуда сбоку как-то прямо. Птицы поют. Знаете, мне напоминает все это Сочи. Я, по-моему, как с утра мы просыпались в Сочи и пели птицы. Была жара, птицы пели. Мы вставали всегда с птицами. Сегодня сейчас немножко прохладнее там. Не как в Сочи. Но было прямо вот точно так же. Так же солнце. Раннее утро. Там часов 8-9, что ли мы вставляем. Сейчас не помню. Прям такой холодок еще был. Я помню, выходишь уже такая там в шортах, маечке. Идешь кушать. Покушаешь. И сразу на пляж, на море купаться. Блин, как было классно вообще. Как я по всему этому уже скучаю. Я прям не могу. Мы ездили в Сочи каждый год в течение пяти или шести лет. Шести. Да, шести лет, наверное. Каждый год, прям каждый. В конце там в августе, в последнее время даже в сентябре ездили. Мы уже вышли. У нас дождик. Да. Там у нас стригут газон. Газон стригут. Дима говорит, вырасту. Тоже научусь стрилить газон и буду стричь. Да, Дима? Мокрое. У нас дождик идет. А мы опять пришли рано. У нас полчаса с лишним. 40 минут почти. Смотрите. Дошли то час идем, да, целый? Что дошли за 15 минут всего. Да, Дима? Дима опять аллергия появилась. Непонятно на что. Да, Дима? Да, Дима? Да, Дима. Зима. Зима обиделся на маму. Да? Обиделся ты на маму. Обиделся. Обиделся на маму. Какой грустный, обиженный. Надут. Надутся. Покажи, что тебе тетя подарила, да? Вон какой аксессуар подарила тете. Да? Взяли кровь из пальчика на сахар. Взяли на всякий случай. Раз убрали. Да. И кровь сдали с мочой. С мочи даже целые 2 баночки набирали. Мы сегодня часа два. Да? 2 банки собирали. Да? Да, малыш? Две баночки собирали. Два часа. В ванной. Да? В ванной. Оставили там мочу свою. Да? Ее проверят. Педиатра должна будет позвонить. Да? Сейчас за молочком и домой. Дождь идет. Такой аромат приятный. Запах. После дождя прям классный. Короче, смотрите. Ночью я тут занимаюсь. Делаю котлетки обалденно вкусные. На ней будет отдельный рецепт. Выйдет где-то там же рядышком в плейлисте кулинарии. Обязательно посмотрите. Эти котлетки просто бесподобно вкусные. Очень вкусные. Обязательно посмотрите. Смотрите, приехала машина Ситилинка. Привезли нам флешки. Если все хорошо будет, то в следующем году мы вместе с вами поедем путешествовать. В этом-то году не знаю. Может быть получится или не получится. Вот на такой огромной машине. На такой огромной машине мне привезли заказ. Заказала я 3 штуки. Это для вот этой камеры, которую я снимаю. Для нее вот такие подходят. У меня 2 есть. Я заказала еще. Пока они по 700 рублей. Уже в других магазинах они по полторы. Я думаю, блин, надо брать. В принципе флешка она вечная. Почти вот мне уже заряжат сколько. Не пользуешься, они все равно лежат. И заказала наконец-то батарейки. Вот батарейки для фотоаппарата. Потому что мои сели уже все. Вот вышло у меня все вместе на 2 970. Причем, знаете, так интересно было. Сначала там вроде вот плюс доставка, минус там скидка 300 рублей. Что-то там такое непонятное. К оплате там будет... К оплате будет 3270. Он приезжает. Нет, говорит. За доставку вы не платите вроде. Короче, вообще пузовница. Мне пришлось сейчас эти... Две тысячи семьдесят искать. Сдачи у него нет. Да ладно? Вам что, 30 рублей всего лишь? Подумаешь вроде. Я думаю, нетушки. Что-то мне не хочется. Думаю, это все так отдавать. Пришлось искать. Где-то там мне вынимать. Там эти деньги. Мелочи нет. Нифига. Ой. Нашла, короче. Наконец-то. Приехали. Не поверите. Это стена. Это огромный камень. Это тоже стена. Идем покажи. Дима. Не трогай дальше. Не надо. Смотрите, вот тут Дима занялся. И стена просто рушится. Вон она друг за дружкой. Убери. Друг за дружкой. Вон они. Трещины. Открываешь. Дима первый раз еще был маленький. Тут чуть-чуть оторвал. И оттуда его просто посыпала стена. Ура! Хоть я так лезь. Надо клеить здесь. Угол какой-нибудь здесь. Здесь надо клеить. Тут. Мама оторвать тут. Ну это не мама оторвала. А Дима оторвал. Мама. Когда оторвал, оттуда прям высыпалась сразу. Мама оторвалась. Даже, честно говоря, немного страшно. Мама оторвалась. Мне кажется, там стена просто рухнет. Там, наверное, в этой стене. Утудит. Утудит. За рукавички. Утудит. Нельзя туда лазить. Нельзя. Слышишь меня? Утудит. 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 Нельзя туда лазить, Дима. Утудит. 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 Нельзя. 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 Так. Вот так мы сегодня ужинаем с Димочкой. Лечи достала нашу. Вспомнила. Тут, думаю, уже лето. А мы лечи так и не поели с тобой. Утудит. Утудит. Картошечка в микроволновке сделанная. У Димы с оливковым маслом. У меня подсолнечное масло. И замороженный лучок сверху. Решили замороженный. Что-то мне было лень. Крошить. Что-то я себя неважно чувствую. Там оленя. Кто там оленя? Оленя. Нет. Оленя там нет. Смотрите. Замораживали котлетки. Вот эти, которые мы с вами сделали. Кстати, очень вкусные. Обалденные. Обязательно посмотрите рецепт. Очень вкусные. Короче, я их решила 4 штучки заморозить. Положила по 2. Тут я перекрутила. Просто вот. Перекрутила. Тут завязала. В таком положении я заморожу. Потом мы захотим котлетки, допустим, с ребенком. Достанут 2 штучки. 2 штуки останется. Ну, короче, экономлю пакеты. Вот. Потому что, не знаю, когда я там в магазин попаду за пакетами, они у меня уже начинают заканчиваться.